Привет, друзья! Все новости в одной газете. Мы меняем формат для вас, становимся лучше вместе. Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Встреча этих двух людей была обычной случайностью. Девушка была идеальным образцом хрупкой героини всех романов, а вот парень ничем особенным не отличался и, похоже, не любил, когда мир обращал на него хоть какое-то внимание. Они уже почти разминулись и рисковали навсегда разойтись, каждый своей дорогой, но в последний момент парню таки удалось собрать всю волю в кулак и позвать красавицу на кофе. Встретились они в тот же вечер. Каждый, кто сидел тогда в кафе, мог увидеть, насколько сильным было его волнение. Из всех сил он пытался взять себя в руки и произвести на девушку хорошее впечатление, но природа оказалась сильнее его. Ему казалось, что его спутница вот-вот станет скучно с ним, а потому хотел хоть как-то разбавить нарастающее напряжение. Парень решил, что его попытка абсолютно провалилась и время признать поражение и исчезнуть с глаз спутницы. Но вместо того, чтобы подняться, он сам не заметил, как позвал официанта. «Извините за беспокойство, не могли бы вы принести мне немного соли? Я хочу положить ее себе в кофе». Спокойным тоном заявил парень. Только ленивый не повернул в тот момент голову на парня. Слишком уж странной была его просьба. Официант приветливо улыбнулся и уже через минуту поставил перед парнем солонку. Тот добавил, казалось, достаточную порцию соли в кофе и начал осторожно ее размешивать, чувствуя, насколько сильно покраснело его лицо. Девушка молча наблюдала за этим, а после этого решилась спросить. «Это у тебя хобби такое? Впервые вижу, чтобы кто-то солил кофе». Он сделал глоток, поставил чашку, а потом пояснил. «Мое детство прошло в маленьком поселке у моря. Я любил целые дни проводить у воды и дышать соленым воздухом. Теперь я добавляю в кофе соль, чтобы напомнить себе те ощущения, которые переполняли меня в том доме рядом с родителями». После своих слов он заметил, что на глазах девушки выступили слезы. Ее до глубины души очаровали его слова и нежность, с которой он говорил о родительском доме. После этого он немного успокоился и разговор обернулся в правильное русло. Прощаясь, они договорились о новой встрече, которых с тех пор было еще очень много. Как и любая добрая сказка, их история также завершилась свадьбой. Судьба подарила им много счастливых лет вместе. Каждый день он продолжал пить кофе с солью, а девушка верила, что это помогает ему сохранить в памяти свое детство. Жизнь выделила им 40 лет. Тогда мужчина скончался. Вскоре после его смерти она нашла письмо, адресованное ей. Здесь таким до боли знакомым почерком было написано. Моя дорогая девочка, прости меня, если сможешь. Когда-то давно я впервые добавил соль в кофе и соврал тебе. Ты можешь, помнишь этот день? Меня переполняло волнение, и поэтому я перепутал соль с сахаром. Мне было стыдно в этом признаться, потому я и придумал ту легенду. Я не раз хотел признаться тебе, но всегда боялся, что ты не простишь. Однако тогда я пообещал себе, что это будет последняя моя ложь. Если ты читаешь эти строки, значит меня уже нет рядом. Теперь у меня хватит сил признаться. Я не люблю кофе с солью. Ты даже не представляешь, какой это ужасный вкус, но я продолжал пить его. День за днем, и ни капли об этом не жалею. Я просто верил, что делая тебя хоть немного счастливым. И знаешь что? Если бы мне сейчас предложили снова вернуться в тот день и поступить по-другому, я бы повторил. Сколько бы у меня не было шансов, я бы всегда делал одно и то же. Я пью кофе с солью каждый день просто, чтобы понимать, что ты рядом со мной. Женщина не могла и не хотела больше сдерживать слезы. Как-то внуки спросили у нее, зачем ты постоянно кладешь соль в кофе? Ее ответ был краток, потому что так он слаще. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.